Это программа Индирект. В прямом эфире наиболее актуальные для Молдавского общества события. Первое активное полугодие завершается. Подводятся итоги семестров в политике, в экономике, в социальной жизни и общественной жизни тоже. О том, каким были эти первые шесть месяцев года, мы сегодня беседуем с главным редактором газеты «Пульс» Дмитрием Ковруком. Здравствуйте. Привет. Дмитрий, какими они были эти первые шесть месяцев на взгляд журналиста? Да. Вот надо понять, с чего мы идем. Мы сначала говорим о деталях или тут же обобщаем. Чем запомнились для вас, как для журналиста, вот эти шесть месяцев? Какие основные события, ну, какие события вы считаете основными, знаковыми для Молдавского общества? Ну, и, конечно, если говорить с точки зрения политической аналитики, то 2013 год начался с вот этой эпопеи, с царской охотой. Вот. Потом где-то к весне мы подошли к такому, ну, финалу Альянса, который после определенного момента абсолютно не очевидно это было в какой-то момент, но все-таки он возродился. Хотя и с большими потерями для себя, то есть по дороге потеряли половину либеральной партии, ушел, возможно, ушел вообще в политическое небытие Филат, был снят с должности спикера Лупу. Ну, и, соответственно, можно говорить о некой новой ситуации, хотя, конечно, я думаю, что с точки зрения общественности и так далее, ну, мало что изменилось по сравнению с Альянсом первой и второй версии. И даже само название, вот, Коалиция за Европейское правление, которое они придумали после, как бы, нового, да, формирования нового Коалиционного правления, даже оно не прижилось в народе. И до сих пор говорят Альянс, в том числе говорят Альянс-3 и так далее. Ну, то есть с точки зрения средств массовой информации, вот эти первые полгода-года, они были весьма насыщены событиями. Было о чем говорить, было что обсуждать, было на что привлекать внимание общественности. Но, наверное, не только это важно, да, вот для СМИ, не только привлечь внимание. Не, ну, событий, конечно, было безумное количество. Собственно, даже я, как и многие, наверное, коллеги сталкивались с тем, что тем скандальных, ну, различного рода тем было так много, что проблема была не в том, чтобы, значит, ну, найти о чем писать, а о том, чтобы эти темы не бросать и профессионально их вести дальше до, так сказать, какого-то, ну, следить за развитием событий, и чтобы эти темы, как-то, эти журналистские расследования имели какой-то результат. Так вот, событий было так много, что вот это была очень сложная задача. Тут, конечно, ну, сама по себе царская охота, об этом писали слева направо, абсолютно все, и понятно, что тут было внимание общественности привлечено очень сильно. Но, кроме этого, было безумное количество событий в совершенно разных сферах, были совершенно какие-то чудовищные скандалы, связанные с процессом оптимизации, да, так называемой оптимизацией школ. Вот, ну, процесс-то начался и раньше. Да, процесс начался и раньше, но, скажем так, спустя вот некоторое время после старта этого процесса, вот, стали уже, как бы, появляться такие зримые результаты плодов вот этой вот так называемой реформы. Ну, вот, в частности, буквально в нашем номере вышел материал с парламентским адвокатом правам детей, госпожой Татьяной Полнадяло, которая категорически не согласна с данными официальной статистики, и по ее мнению, собственно, как по мнению некоторых сотрудников, например, ЮНИСЕФа, количество детей, не охваченных образованием, ну, сотни раз больше, чем об этом говорят, о чем об этом говорит Национальное бюро статистики, в ходе того, что, ну, можно начать говорить на тему о всеобщей тотальной безграмотности, которая сегодня становится, как бы, ну, такой социальной нормой, что ли, в селе. Поправьте меня, может быть, я не прав. О тех вопросах, которые связаны с оптимизацией, так называемой оптимизацией школ, более или менее, ну, какие-то конкретные данные мы получили только вот сейчас. Как раз это вот эти полгода, за которые оппозиционным депутатам, наверное, и общественности, и средствам массовой информации от оппозиции удалось раскрыть какие-то данные, весьма близкие к действительной ситуации. Я помню, что довольно длительное время у журналистов не было возможности, в принципе, подступиться к этим данным, потому что даже звонки в ведомство, в министерство образования, они не давали результата. Там говорили о том, что у них нет данных о закрываемых школах, о школах, которые планируются к закрытию, о детях, не охваченных образованием, о детях, не посещающих школы. То есть вся эта информация, она сейчас, только сейчас, более-менее начала всплывать. Это тоже очень интересный повод. Кстати, то, что вы сказали про планодел в интервью в вашей газете, это только подтверждает, что профильные министерства так или иначе скрывают реальное положение дел, и благодаря СМИ удается, в том числе благодаря СМИ удается понять картину происходящего. Ну, известная эта шутка про статистику, да, то есть тут надо тоже понять, что считать. Ведь, например, если ребенок приходит на линейку 1 сентября, да, его фиксируют, это одно, и эти данные используют официальные органы, да, статистические. Другое дело, что делает этот ребенок, например, через месяц, через два, через три. Ну, если смотреть серьезно, да, что такое образование с сущностной точки зрения, это ведь не просто там ты доковырял до этого класса, да, что ты, как ты делаешь уроки, или, может быть, ты в огороде работаешь, потому что нет ни отца, ни матери, ты там с 9 лет, я не знаю, за плугами, или там прошиваешь, и так далее. То есть нужно смотреть с этой точки зрения, и когда смотришь действительно на содержание этого процесса, сколько реально посещают, как посещают, и так далее, и так далее, то представляется совершенно другая картина. Что касается того, что эти данные стали доступными, то по нашей информации они доступнее не стали. То есть как, например, это делаем мы? Мы звоним нашим депутатам из парламента Республики Молдова, вот, и они, как бы, можно сказать, выполняют нашу журналистскую работу. То есть, нет, ну я утрирую, конечно, они выполняют депутатскую работу, они отправляют какие-то запросы, собирают информацию, да. Но я могу сказать, что нет никакого общего списка по всем районам. То есть это происходит так, какой-то депутат отвечает за один район, вот он начинает общаться с местными властями, с директорами школ, поступают звонки и так далее. И вот из этой мозаики потом более-менее какая-то общая картина выстраивается. Но сказать, что сегодня мы обладаем всей полнотой информацией по закрываемым школам, или по школам, где закрываются определенные ступени обучения, то есть до сих пор этой информации официально не существует. До сих пор нам говорят о том, что процесс идет, что-то непонятно. И это очень интересно, мы посмотрим, что будет в сентябре, потому что исходя из того, что информация о планах на будущее не раскрывается, мы как бы о пастериоре что-то выясняем, соответственно школы, директора школы, администрации школы, их не ставят в известность относительно их судьбы, начиная с сентября. И учитывая такую практику в министерстве, общественность, эксперты уже предупреждают, что могут повториться ситуации более массово, когда учителя, педагоги приходят 1 сентября на работу, когда приходят дети с родителями, оказывается, что школа уже закрыта. Поэтому посмотрим, насколько точны эти данные, которые приводились в последнее время, посмотрим осенью, что будет в этом смысле. Я вот в этой связи вспоминаю, что вот, например, в вашем издании, в газете «Пусть» публикации на эту тему, на тему закрываемых школ, они были. Сейчас мне вот интересно было бы узнать, видели ли вы что-то похожее в других изданиях, не оппозиционных. Вот, кстати, эти средства массовой информации, которые сейчас обласканы вниманием властей, они почему-то эту тему как-то упускают из виду. Ну, у нас вообще, можно сказать, разные повестки дня. Наверное, это в некоторой степени объективная вещь для многих обществ, то есть везде, где есть оппозиция, где есть средства массовой информации, лояльные власти и оппозиционные власти, наверное, что-то похожее, наверное, можно наблюдать. Другое дело, что у нас в Молдавии, учитывая те процессы, которые происходят, действительно доходят до гротеска. Потому что, ну вот, например, и последняя история, связанная, опять же, мы сейчас углубляемся в образовательную сферу, хотя, действительно, считаю, что это одна из самых важных сфер жизни общества. Я имею в виду выпускные на экзамены, на бакалавра, да. Ведь, собственно говоря, оппозиция, разные оппозиционные силы, разные инициативные группы, ну, постарались максимально прижать госпожу Маю Санду к стенке. И были парламентские слушания по этому поводу и так далее. И вот было действительно интересно наблюдать, как наши коллеги освещали, значит, этот процесс сдачи экзамена на степень бакалавра. К примеру, известно, что было четыре десятки по всей стране, да. И вот этих четырех человек нам показывали, как историю успеха, с таким подтекстом, вот если бы вы все остальные учились бы, то у вас было бы все лучше. То есть, вот это вот такие, знаете, такая история, ну, вот у нас все историю успеха, вот, собственно, да, и это тоже история. Да, четыре человека, да. Но при этом никто не говорит, да, приводят данные о том, что в других странах действительно не проходит экзамена на степень бакалавра 40%, 42% и так далее. В Германии там еще больше. Но это очень такая картинка статичная, ведь надо смотреть, что происходит в той же Германии, например, с теми, кто не проходит на эту ступень. Я вот точно не знаю, какая у них, я не уверен, что у них бакалавр. Там действует, очень шикарно действует школа профессиональных училищ. Мало того, эти профессии, там, каменщик, столяр, я не знаю, автослесарь, техника, это очень престижные профессии. И известно, что немецкие рабочие вот этих вот профессиональных специальностей, их не заменят никакие другие их коллеги, там, из Восточной Азии и так далее. Это действительно такая гильдия, это своя этика, это своя система воспитания, это самоуважение и так далее. То есть я имею в виду, что существует система социальных лифтов в этом смысле. А теперь давайте посмотрим, куда могут пойти эти 40%, 42% не имеющих возможности попасть в университет. Откуда они могут пойти в Молдавию? Кто-то пошутил по этому поводу, что теперь, наконец-то, в Молдавии можно будет увидеть трезвых локотушей. Слесарей. Да, ну, в общем, трезвых вот таких вот... А, техников вы имеете? Да, трезвых работников разного профиля. Значит, я думаю, что гораздо более реалистична ситуация, что в Подмосковье будет гораздо больше пьяных строителей, потому что рынка труда нет, учиться им негде. И, собственно говоря, проблема ведь не только в том, что только там часть, половина, намного меньше людей доберется до высшего образования. Ну, давайте смотреть сущность на это. И высшее образование ничего не дает. Понимаете? И в этой ситуации так ставить вопросы и так к ним подходить с точки зрения журналиста, конечно, мне это представляется не очень достойным, не очень правильным. Наверное, было бы хорошо, если бы были какие-то более широкие форматы для дискуссии. Какие-то круглые столы, в том числе и для журналистской общественности, чтобы мы вместе думали, как делать стыдно, как не стыдно. Но, учитывая нынешний формат вообще, нынешние типы диалогов, которые есть в нашем обществе, в том числе и те, которые спускаются властью, то есть сегодня это можно только пожелать. Давайте вернемся чуть позже к теме общения внутри журналистского сообщества. А сейчас попытаемся все-таки продолжить с какими-то событиями, произошедшими в эти шесть месяцев. Ну вот мне сразу на память приходит, если отойти от зимы и плавно войти в весну, в том числе и как мы уже сделали с образованием, вспоминаются всплывшие как подснежники дороги, на которые были затрачены огромные объемы европейских средств. Это тоже не ушло далеко от внимания СМИ. Но, тем не менее, провластные СМИ как-то с этой темы очень быстро съехали. То есть какое-то время пошумели, пошумели и забыли. Это как раз совпало с периодом трений в рамках правящей коалиции. Потом, когда ситуация начала исправляться внутри коалиции, тема эта быстренько ушла. Точно так же, как и с слежкой на экзаменах, на бакалавриата. Пошумели и потом сказали, что так оно и должно быть. Вы про дороги тоже, наверное, писали в вашем издании. Наверняка эту тему вы не упустили. Мы писали достаточно много. Я могу сказать, что еще давным-давно, я не знаю, лет, наверное, 8 назад, ездя по молдавским дорогам, я как-то подумал, что та власть, которая сделала и дороги в этой стране, она запомнится всерьез и надолго. Собственно, проблемы это действительно старые. Проблема тяжело решаемая, надо признать. Но при этом надо признать, что действительно объемы помощи, иностранной помощи в этой сфере, после 2009 года выросли, я не знаю, как сказать. Наверное, на порядке. На порядке, действительно на порядке. Причем я замечу, что в том числе на дороге пошли средства, которые правительство Гречаны очень долго получало, подготавливало в рамках программы «Вызовы тысячелетия». Там 262 миллиона долларов, по-моему. Вот она проделала то правительство, эту большую работу. Там было несколько лет. И вот после 2009 года эти деньги пришли. Ну, так сказать, подарок новой власти. Проект, которому много лет, он был наконец-то. И кроме этого были, да, другие, другие деньги. Вот интересно, что вот даже, что касательно вот этих вот кредитов, грантов, внешней помощи. Раньше, до 2009 года, каждый, я помню, 50-100 миллионов, это казалось чем-то, ну, чем-то таким, очень капитальным. Юрий, если ты помнишь, под занавесовое управление коммунисты анонсировали возможность получения со стороны России кредит в 500 миллионов. И это, ну, было таким, я не знаю, чем-то рубежным, что ли, для правительства. На всяком случае, тогда говорилось о том, что переговоры перешли уже рамки намерений. Ну, да, но порядок цифр, вот тут какое-то было общественное внимание, какая была работа. 500 миллионов. Да, то есть это было действительно, вау, ничего себе, фантастика. То есть сейчас в этом смысле очень все девальвировано. Каждый день новости, и БРР дает 150 миллионов, какой-то второй грант, транш помощи от МВФ, а там 70. Какой-то кредит, какая-то помощь, реконструкция и развитие. В общем, эти деньги, я не знаю, ну, вроде бы суммарно за три года поступило полтора миллиарда разными вот такими вот траншами в виде кредитов, грантов и прочее. И в том числе они продолжают поступать и после, то есть уже сейчас мы знаем новый кредит на 70 миллионов. Сейчас и БРР приезжает, такой важный инвестор, делегация. Я обратил внимание, ваша газета периодически посвящает публикации тому, что препарируют вот эти вот гранты, разбирают на части. Вот на что они были предназначены, что творится в этой сфере. Я могу сказать, что мы стараемся, мы стараемся, по крайней мере, запоминать, через запятую перечислять. Потому что это идет такой вот поток, он довольно хаотичный, а поскольку не проглядываются каких-то государственных стратегий, куда они должны встать. То есть не совсем понятно, то есть оно как в песок все уходит. Получить информацию о том, куда они уходят, опять же, не может даже оппозиция. Вот я думаю, что пора уже сделать какую-то группу общественного контроля, инициативу с помощью экспертов экономических, которых, кстати, никто сегодня во власти не слушает, о чем они открыто говорят, чтобы хоть как-то понять, где эта-то брушивающаяся лавина денег, где мы ее должны чувствовать, через что. Через инфраструктуру, через, я не знаю, какие-то инвестиционные проекты, через, может быть, какие-то пособия социальные, через что. То есть через создание каких-то новых условий для привлечения денег. Этого нигде не видно. Это вот просто какое-то такое... Ну, в общем, что сказали, что пришло полтора миллиарда, что не сказали. Хотя страшно представить, что было бы, если бы они не пришли. На эту тему тоже можно было бы подумать. Имело бы возможность правительство, например, выплачивать зарплаты и пенсии. То есть неизвестно. А мы знаем, что, например, в отношении этих правительств, так называемых демократических МВФ, нарушило собственные принципы, согласно которым на бюджетный дефицит деньги они никогда не выделяли. На то, чтобы съесть. Да, да. Так же, как они не выделяли и временным правительством. То есть правительством без подтвержденного мандата со стороны парламентского большинства. Хотя у Альянса несколько раз были такие периоды. Вот. Вот, тем не менее, да, насколько известно, в том числе и латаются дыры. И другой вопрос очень интересен. Сколько из них реально потребляется молдавской экономикой и правительством? Потому что мы знаем, что какая-то часть этих денег уходит на, собственно, оплату работы западных экспертов. Вот. Это называются совершенно баснословные суммы. Например, по некоторым направлениям, по некоторым проектам, это может быть 900 долларов в день. В день, да. Например. И, в принципе, наверное, ну, есть разные оценки. Но в том числе о том, что очень большая часть этих денег, как бы, на самом деле не приходит. Значит, оно или сразу же остается там, или в случае, например, если это не грант, а кредит. То есть это те деньги, которые в Молдову не заходят, но отдавать мы все равно будем и должны. В этом контексте, конечно, втройне интересно понять, как эти деньги расходуются. Потому что, конечно, глупо выступать против самой идеи, что необходимо инвестирование в экономику. И, конечно, нужно привлекать средства. Но, учитывая, что эти деньги нужно отдавать, это должно быть максимально известно обществу, что происходит с этими деньгами, насколько эффективно они используются и так далее. Сегодня такой информации, опять же, ну, по крайней мере, мы не располагаем. Хотя неоднократно пытались выяснить и беседовали на эту тему с разными годами. Что касается финансовой помощи, вот, опять же, в этом году всплыла совершенно необычная, на мой взгляд, ситуация, когда обещанная румынским правительством несколько лет помощь, она так и не была выделена, как оказывается. Вот тогда она прозвучала, она сделала свое паблисити, эта сумма сделала свое паблисити, но, как таковых, денег мы не увидели. И это стало известно, опять же, относительно недавно, вот в эти самые полгода. То есть, деньги почему-то нам выделили не были, но нам обещают построить газопровод, в том числе на эти деньги. События бывают иногда еще и так далее. Ну, вот такой, да, такой театр, получается, немножко вокруг всех этих денег. Я не знаю, насколько, если так уж серьезно брать, или, может быть, наоборот, метафорически, другие деньги, которые приходят, не играют же ту же роль паблисити. Из того, что происходило в течение первого полугодия, можно, наверное, отметить еще и активизацию деятельности такого формирования, как Гражданский конгресс. Если не ошибаюсь, это был апрель или, может быть, конец марта. В конце марта, в апреле активизировалась деятельность Гражданского конгресса. Как тогда показалось многим, на это все обратили внимание, наверное, несколько иначе Гражданский конгресс стал действовать. Тогда уже сформировались рабочие группы, какая-то структура появилась, и какая-то организационная работа была проведена. После этого, эта работа продолжается до сих пор, наверное. Есть активисты, которые активно действуют в этом направлении сейчас. Я могу сказать, что да, наверное, в смысле именно в виде Гражданского конгресса действительно произошло некоторое возвращение к жизни после известных очень массовых мероприятий, которые были до этого. Например, позапрошлой зимой уже получается. Ну, а что здесь удивительного? Мне представляется, что это нормально, что такие формы, мне кажется, что они никогда не затихали, эти формы, то есть в последние годы. Мы знаем, что по опросам, разным социологическим опросам, по разным градациям, по разным спектрам, этой власти не доверяют 60-70-80% граждан, в таких условиях было бы странным, если бы не было бы какой-то общей общественной оппозиции. Другое дело, какие она формы принимает, как это все в реальности реконструируется, как это задумывается и что потом выходит. Это всегда очень сложный вопрос, это вопрос такого творчества общественного, вопрос непростой, учитывая, что порядка, я, например, считаю, что может быть и до миллиона людей сегодня на заработках, иначе, конечно, были бы совершенно другие события главные, я думаю, мы бы обсуждали, может быть, и не сегодня, а еще и год назад или раньше. Но, в общем-то, да, действительно есть люди, которые уже стали знаковыми, которые стали узнаваемыми, благодаря своим участиям в протестных акциях, которые этой весной сменили тактику, стали действовать такими, можно сказать, кинжальными акциями, несколько раз очень забавно застали власть врасплох. Это случай, когда протест из парламента перешел... Да, 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 к резиденции Тимофти, да, это было, это было, ребята явно не ожидали из власти, вот, и тогда получилось действительно очень... Включая самого Тимофти, который так и не вышел протестующим... Да, и включая секретаря Тимофти, который от волнения перепутал... Главой государства нас дал Владимир Павлович. Да, то есть это было вот так. То есть это показывает, такие вот вещи, на самом деле показывают, что даже малые силы, они иногда способны, ну, произвести сильное впечатление на власть, если власть находится в таком положении и в такой общественной атмосфере, как это происходит сегодня. На фоне, да. Что будет у них впереди, мы всячески поддерживаем любые такие вот вещи. Сегодня все очень прозрачно, социальные сети позволяют все эти вот общественные фишки следить за ними, напрямую контактировать, обращаться к этим людям. Сейчас у них сильно интересует вопрос личная роль Шубеля в распределении этих европейских грантов и денег. Господин Шубель закончил свою миссию в Молдавии. Но, тем не менее, перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе, конечно, было бы очень интересно, я думаю, проинформировать наших уважаемых западных партнеров о том, как, собственно, конкретно обстоят дела в Молдавии. Вот. И была, вы знаете, серия статей по этому поводу, серия, я бы даже сказал, расследований, которые заинтересовали в том числе и Еврокомиссию, которая начала, инициировала официальное расследование уже относительно расходования средств. Да, обязательно нужно сказать, что официальная комиссия ОЛОФ – это организация, которая заинтересовалась деятельностью господина Шубеля, ведет расследование. То есть общество, оно действительно использует разные формы общественного сопротивления, разные формы активности, и дай Бог, чтобы все они в той или иной мере... Что тогда для меня было, лично для меня было очень интересно, это предложение на фоне активизации деятельности Гражданского конгресса, партия коммунистов предложила эту форму перевести на более высокий качественный уровень. То есть партия коммунистов тогда заявила открыто, что Гражданский конгресс должен стать настоящим органом контроля со стороны общества и даже придать право законотворческой инициативе, инициативы Гражданскому конгрессу. На мой взгляд, уже выше, как общественная организация, ну, трудно себе представить что-либо. Ну, и что тогда еще припоминается, что вот тогда, вот когда происходили эти акции точечные, может быть, менее масштабные, но тут же это породило еще и сопутствующие какие-то акции, направленные против той или иной несправедливости. Например, врачи там ряда больниц столичных провели тоже серию протестных акций, когда выяснилось, что министр здравоохранения намерен произвести какое-то реформирование, либо объединить какие-то больницы, либо какие-то попросту закрыть. Одно порождает или стимулирует другое. Общество начинает в какой-то мере возрождаться, пробуждаться, я бы сказал. Ну, я в данном случае совершенно не хочу быть оригинальным, наоборот. Я удовлетворен тем, что и в случае с нашей страной, с таким обществом, какое оно сегодня есть, эти классические вещи работают. Я имею в виду, что общественные инициативы, общественное сопротивление – это то, где возникает что-то хорошее. Это там, где возникает прессинг, где возникает давление в адрес власти. И в таких местах повышается, скажем так, стоимость тех или иных действий. То есть, если ты хочешь украсть, но ты это делаешь под прицелами камер, или они могут оказаться рядом, то ты, наверное, немножко посерьезнее задумываешься, стоит это делать или нет. И так далее, и так далее. В принципе, если мы возьмем какой-нибудь крайний случай, очень чрезвычайно абстрактный, и представим себе, что в один прекрасный момент все граждане Республики Молдова скажут, «Хватит, мы действительно не хотим больше так жить». И что-то для этого сделают. К примеру, придут в правительство, захотят остаться у своих местных администраций по всей стране, в палатке разбить, остаться на ночь, или пройти каким-то маршем, или, я не знаю, объявить какую-нибудь итальянскую забастовку, то эта власть существовала бы ровно в одну секунду. Понятно, что это абстрактная картина, и в одну секунду, ну, сто процентов общества не выйдет. Но это значит, что чем больше будет выходить, тем больше будут благоприятные последствия для нашей страны и нашего общества. Вы упомянули о правительстве, и я тут же вспомнил еще одно, ну, не знаю, ноу-хау это или нет, но во всяком случае, что-то новое в политической жизни Республики Молдова, когда одна из партий правящей коалиции посылает своих людей в масках в лагерь другой партии правящей коалиции, когда люди, контролируемые Плохотнюком, захватили здание правительства, провели там обыски, и не только правительство, налоговые инспекции. До сих пор, насколько я помню, ничего подобного не происходило, во всяком случае в госструктурах, но в правительстве и подавно. Правительство до сих пор не захватывали. Ну, вот это как раз пример, Юр, который ты привел. Вот тут как раз в данном случае, я думаю, многих иллюзий развеялись. Иллюзия в данном случае, мне кажется, была следующая, что если власть будет состоять из нескольких частей, то объективно, желая того или нехотя, будут действовать какие-то функции взаимоконтроля и так далее. Сдержек и противореза. Да, да, но на самом деле мы увидели, чем вот это вот безобразие, вот этот бардак, весь этот, я не знаю, как это назвать, этот, ну, просто уже какой-то действительно гротеск на политику, который подается под видом демократии, вот такой сложной составной власти, что это ни к чему не приводит. Эти маски-шоу, они привели пока, да, только к тому, что какие-то дела полностью исчезли, например, и больше нет, например, дел по металлферосу. Просто нет этого дела. А там речь идет о хищении более чем на 700 миллионов и так далее. То есть вот вам пример того, что не бывает простых решений, вот давайте пусть власть будет из двух частей, из трех, и сразу все станет хорошо. Нет, пожалуйста. А вот эти вот внутренние противоречия между ними, они сегодня решились за счет того, что власть после ухода Филата и Лупа, она стала намного более гомогенной. Я думаю, что вот это вот ощущение странности в отношении власти, которая как бы состоит из трех партий, но при этом действует сегодня исключительно слаженно, при том, заметь, так, что имя господина Плохотникова вообще исчезло из общественного внимания. Это, я думаю, громадное достижение его политтехнологов, он им должен доплатить в этом смысле. Это, конечно, потрясающий эффект. И вот сегодня у нас, да, и вот сам интересен сам по себе, конечно, договор о создании коалиции. То есть, если внимательно изучить этот договор, то видно, что это организация, структура, она с одной стороны приближается по своему составу, по своим целям и функциям к политической организации единой, потому что там есть такие вещи, как совет, есть время сбора тех или иных его структур, расписано, как принимаются решения внутри коалиции, а не отдельных партий. Это с одной стороны. А с другой стороны, эта коалиция подменяет собой органы государства, потому что, например, в рамках коалиции обсуждается, какие законопроекты будут выдвинуты, за какие голосовать их нет, то есть не парламент, да, и так далее. Что может себе позволить член правительства, там тоже написано, то есть и функции правительства тоже. Есть ограничения, например, премьер не имеет права критиковать министров. Публично. Да, да, да. Во всяком случае. Да, значит, не имеют права министры критиковать друг друга. То есть это такая вот, ну, я не знаю, как это сказать, метавласть, что ли. Единственная такая метапартия сегодня создана, которая действительно после всех этих маски-шоу стала вполне себе единой. Даже трудно себе представить, чего от этого можно ждать, но, наверное, дождемся в любом случае. Ну, тут в отношении, да, будущего такой структуры есть разные, так сказать, прогнозы, но я думаю, что мы будем, наверное, наблюдать еще разные вещи, события противоречивые, вот. Но надо исходить из того, что, во-первых, они, конечно, с каждым месяцем уходить все страшнее и страшнее, да. То есть я имею в виду не уходить, я имею в виду оставлять демократические институты работающими, что для них сегодня синонимично уходу. То есть это все страшнее и страшнее. А с другой стороны накапливается, продолжает накапливаться недовольство, потому что ни одна из тех проблем, которые были поставлены в том числе во время активной фазы противоборства внутри еще второго альянса, они были решены. Да, и вот между вот этими вот двумя противоречиями, видимо, и будет как-то развиваться судьба этой власти. Что касается главных итогов этого полугода, лично для меня, как человека, который тоже не хотел расставаться со многими своими иллюзиями, я, наверное, тоже оптимист, и мне кажется, что все может быть, все имеет более благородную природу. То есть для меня за последние полгода стали временем окончательного превращения нашей страны в колонию. Я объясню почему. Во-первых, ну понятно, что лакмусовой бумажкой в данном случае сыграла царская охота. Это был такой выстрел в голову к элли власти, после чего многое стало понятно. Во-первых, очень интересно изменилась позиция европейцев. Я напомню, что на протяжении многих лет, вот сколько я помню политику, вот лет 10-12, и наши европейские партнеры всегда говорили, что их интересует реформа и демократия. Ну, под реформой можно понимать разные вещи. Ну, в принципе, это более-менее набор понятен. Но, в общем-то, они наставили на том, что их цель, чтобы в Молдове была построена функционирующая демократия. После царской охоты они, как врачи, значит, бросились в операционную, зажим, скальпель, бинт и так далее. И впервые за многие-многие годы официально было сказано, что цель наших европейских партнеров в Молдове это не помочь в развитии демократических институтов, а помочь защитить проевропейский вектор. Сохранить нынешнюю королицию. Это первый раз, как бы, ну, что ли, действительно, ну, после этого сложно уже быть таким убежденным демократом в такой западной версии и верить, да, что солнце придет с запада. Потому что мы ведь знаем эти истории середины 20-го века про своих сукиных сынов, да, и вот оказалось, что в Молдове действует то же самое. И действует оно так же, как оно действует действительно в колониях, действует в местах, где все очень плохо. Но есть некий геополитический вектор, в данном случае проевропейский, который надо защищать любыми средствами, что европейцы нам сегодня и демонстрируют абсолютно открыто. Наша же, в свою очередь, наша власть, она, действительно, она вот делает то, что со своей стороны должна сделать любая власть, если она хочет превратить государство в колонию. Обрати внимание, что они не говорят об инвестициях, к примеру, вообще. То есть, может быть, говорят, наверное, обо всех планах правительства, но предложение, оно будет. В любом случае, о необходимости инвестиций, о улучшении инвестиционного прибыта, говорят на каждом. Да, оно может быть записано везде. Но у нас же нет новостей о том, что пришел такой-то инвестор, о том, что созданы новые условия, о том, что создан новый законопроект, пакет предложений, созданы, там, открыты какие-то новые зоны с такими-то преференциями, о том, что был визит по поводу инвестиций туда-то, туда-то. Эта тема ушла. Эта тема ушла, и это абсолютно колониальное мышление. Потому что, ну, я не знаю, мы можем тысячу раз не хотеть быть банальными, но, тем не менее, мы все равно будем вынуждены сказать, что развитие, оно должно проходить внутри. Только мы можем обеспечить собственное развитие. Например, если взять... Только мы в этом заинтересованы. Да, и другого быть не может. То есть, никто никогда не принесет там генебократию, не рабочие места, не общественный какой-то проект с развития на будущее и так далее. Это можем сделать только мы. Почему-то наше правительство, не почему-то, а по понятным уже причинам, наше правительство пришло к тому, что ее функции, а, это, значит, каждый раз заявлять о своем верноподданничестве в Брюсселе или там в других западных политических центрах, с одной стороны. Второе, брать деньги в долг. Ну вот, по деньгам, насколько я понимаю, можно не отчитываться, по крайней мере. По каждому удобному случаю. По крайней мере, перед обществом точно не отчитываться. Посмотрим, как европейцы будут реагировать на то, как эти деньги тратятся. Вот. И, собственно, все. А, ну и третье, да, национальная мечта, национальная идея, значит, это Вильнюсе сделало так, чтобы граждане могли уехать из страны, получить безвизовый режим. Вот план максимум этого правительства. Вот. Сказать, что европейцы, не понимая от лукавства всей этой ситуации, нельзя. Потому что европейцы, ребята, не глупые. Если мы, например, посмотрим Евроньюз, то как раз там, когда говорится о задачах, которые стоят перед европейскими государствами, в первую очередь говорят, какой концерн, какую прибыль показал в этом году, как эта биржа справляется, там, я не знаю, с последним этапом, там, каких-нибудь торгов, что происходит с безработицей, какие планы, как эту безработицу каким-то образом трансформировать. То есть, они обсуждают реальные вещи функционирования экономики. Абсолютно реальные. А мы тут занимаемся абсолютно виртуальными вещами. Мы перестали заниматься экономикой, мы произносим какие-то мантры про какие-то реформы. Ну, вот сейчас очень новая, конечно, тема с приватизацией, я думаю, мы отдельно об этом должны поговорить. Ну, в общем, суммарно, я, может быть, так сумбурно, но я рассказал, но мне кажется, что вот маски сброшены в этом смысле, и действительно перед нами предстает абсолютно колониальное правительство, которое где-то там получает фирман направления, не отчитывается перед собственным населением за то, что она делает. Как бы вся легитимность этой власти лежит на Западе. И вот мы, как бы, такие ошеломленные смотрим, ребята, вы же говорили демократия. А что же вы уже говорите, уже все, уже не демократия вас интересует. Вас интересует проевропейский вектор, вам страшно слышать слово евразийская интеграция. Хотя, если говорить о евразийской интеграции, пусть говорят, что, значит, евразийского союза не существует, пусть говорят, что на Востоке живут страшные вурдалаки и прочее, прочее. Но это абсолютно понятная вещь, что наши рынки лежат там, как минимум. В любом случае... То, что касается реальности, эти проекты можно сравнивать. И эти проекты можно сравнивать открыто, не боясь. Ну, нельзя. Но мы выяснили, что нельзя их сравнивать вообще, в принципе, нельзя. Потому что у нас проевропейский век. Страх, он где-то... И это говорят не только наши товарищи, но это говорят многочисленные эмиссары, которые сюда приезжают из Европы. Тема приватизации, о которой мы только что упомянули, давайте рассмотрим ее более подробно. Это тоже одно из важных событий. Ну, большую долю внимания, во всяком случае, это событие забрало в себя общественного внимания. Но мне кажется... Как это происходило в парламенте сейчас и чем это чревато? Ваши публикации как раз очень подробно рассказывают по каждому... Ну, во всяком случае, по многим направлениям. Мы стараемся действительно это делать, потому что, например, я как редактор считаю, что, как журналист, что эта тема очень недостаточно освещается в обществе. Мы бы хотели, чтобы на эту тему говорили раз в 10 больше. И мне кажется, это вообще сегодня главная тема. Главная тема виртуализации нашей экономики, нашего государства. Вот прямое подтверждение. Потому что, по некоторым оценкам, те 60 с чем-то предприятий, которые были вынесены за пределы списка неприватизируемых объектов, они в совокупности по разным оценкам представляют из себя 70-90% стоимости всех государственных активов. 70-90%. Это значит, что в один момент без обсуждения власть решила продать всю собственность государства. Да, тут нельзя не упомянуть, что решение о приватизации того или иного предприятия будет принимать правительство. И оно не обязано отчитываться парламентам. Ну, парламент уже сделал то, что он должен был сделать. Он вычеркнул и вынес эти предприятия за пределы списка неприватизируемых. Причем, интересно, как это было сделано. Ведь вопрос был поставлен властью не так, а давайте-ка мы приватизируем эти предприятия. Вопрос был поставлен так, очень ловко, очевидно, с целью, чтобы как можно меньше внимания люди обратили на этот процесс. Было представлено переголосование список неприортизируемых объектов. И просто оказалось, что в нем больше 60 предприятий просто не исчезли из него. Но вопрос именно был от обратного поставлен. Давайте мы проголосуем и все. Если бы депутаты от оппозиции не ознакомились бы внимательно с этим списком, просто могло бы оказаться, что в общем это даже не стало бы известно общественности. Потому что вопрос так никто не ставит. По нормальному конечно же я не говорю, что нельзя ставить вопрос о приватизации. Как известно при коммунистах президент Воронин сказал мы продадим мол телеком. Но мы его продадим за миллиард. За миллиард долларов и не меньше. Покупателя за миллиард не нашлось. Соответственно мол телеком не продали. То есть приватизация и приватизация рознь. Поэтому именно поэтому нужно обсуждать каждый конкретный случай. Если предприятие убыточное, то почему оно убыточное? Может быть возможно сделать так, чтобы оно приносило прибыль, если его объединить например с другим предприятием. Цель приватизации заключается наверное не в том, чтобы избавиться от того или иного госпредприятия. То есть цель наверное несколько иная. Ну тут есть разные политические философии в отношении общественной собственности. Я человек в этом смысле левый. и я считаю, что есть вещи, которые не могут быть оценены только с точки зрения прибыльности. Например, то же самое в отношении школ. Что значит минимализация неприбыльная школа? А что, с каких пор школы должны приносить прибыль? То же самое и здесь. Есть сферы экономики, которые должны функционировать вне зависимости от того, приносят они прибыль или нет. Только потому, что они приносят стратегический интерес. Спортивного воспитания. Абсолютно верно. В таком случае, зачем мы должны платить налоги, мы граждане должны платить налоги в государстве, если оно ничего не собирается делать для общества. Ну, хорошо, давайте каждый будет делать сам для себя, и мы не будем платить налоги в государство. Но, я думаю, что с точки зрения либеральных идеологий это полный бред, потому что в этом списке большинство предприятий, самые важные такие лакомые куски в этом списке, это прибыльные предприятия. Ну, это-то и интересно. Это прибыльные предприятия. И отрасли прибыльные, вот что хорошо. И отрасли прибыли, и предприятия прибыльные, и они и бюджет наполняют, и из этого бюджета как раз-таки платятся все эти налоги и так далее. У меня, я вообще человек, который не любит конспирологических теорий, теорий заговоров, там, Союза 300 и прочее, прочее. Но, я, например, сейчас вижу четкую связь. Может быть, я ошибаюсь, дай бог, чтобы я ошибался, но я вот подозреваю сильную связь между ближайшим саммитом в Вильнюсе и вот этим вот инициативой в начале от последней волны приватизации. Можно вспомнить, как это было в Румынии. Например, Румыния, когда она вступала в ЕС, противниками этого дела были англичане, которые, как известно, евроскептики и так далее. И вот Румыния вела очень сложные переговоры. И тогда значит, один из высоких чиновников английских, по-моему, премьер, сказал, хорошо, мы поддержим вас, но при одном условии, вы должны продать нам все, что у вас связано с алюминием. А в Румынии очень крупный был завод по алюминию, один из крупнейших в Восточной Группе. И вот они обещали, что мы сделаем там реконструкцию, сделаем там для жителей города заводы, детские садики, дороги, в общем, все-все-все сделаем, только продайте нам, и тогда мы вас поддержим. Ну, мы согласились, они этот алюминиевый завод отдали. Через некоторое время алюминиевый завод был благополучно закрыт. Закрыт, уравнен с землей, это было городообразующее предприятие, и в итоге просто целый город, можно сказать, оказался на грани вымирания. Я, к сожалению, не знаю, что сейчас там, но можно предположить. То есть, это была цена услуги Англии для того, чтобы Беликобритания, чтобы она поддержала некоторые евроинтеграционные интересы Румынии. То есть, нынешняя власть тоже так способна, власть молдавская, способна сдать какую-нибудь отрельс иностранные приобретатели. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Есть такая замечательная структура, как МВФ. Мы, журналисты, читать любим, мы следим за тем, что происходит. Есть замечательные книжки людей, которые работали в МВФ, а потом выходили и хлопали из него дверьми. Оказывается, в этой организации почти, ну так, неформальный термин, существует, как экономический убийца и так далее. То есть, речь идет о том, что эта организация начинает программу сотрудничества либеральной с той или иной страной, которая испытывает дефицит, которым нужны деньги в долг. И это сотрудничество приходит к тому, что рано или поздно те отрасли, которых заинтересованы учредители МВФ, это в первую очередь США, эти отрасли оказываются в их руках. Это касается энергетики, это касается транспорта, это касается банковской сферы и так далее. Мы тоже работаем с МВФ, и мы видим, как у нас действительно эти организации постоянно нас принуждают к тому, что мы все приватизировали. И вот теперь у нас там меньше, чем через полгода должен быть Вильнюс, где мы что-то хотим. А причем Вильнюс, если, например, там будут какие-то вещи по углублению, что там значит облегчение визового режима, Deep Free Trade и третье это соглашение об ассоциации. Его должны парафировать 27 членов государства ЕС. И я думаю, что в том числе это согласие может покупаться и доступом к приватизации этих объектов. Наверное, что-то останется плохотняку, что-то останется другим людям, местным нашим барином, боярином. Но мне кажется, что большинство объектов, конечно, окажутся в руках западных компаний. Тут может речь идти о прямой диверсии против молдавского государства уже с точки зрения экономической безопасности. Поэтому я и говорю, что эти полгода для меня стали таким зримым, очевидным свидетельством того, что наша страна очень быстро теряет все признаки суверенитета экономического, политического. и то, как мы заходим в следующее полугодие, когда на последнем соседании парламента предпоследнем объявляется большая волна приватизации, говорит о том, что этот процесс пойдет, к сожалению, дальше. Поэтому главный вопрос, наверное, это что будет дальше, что будет осенью, что будет до Вильнюса, что может сделать общество, что может сделать оппозиция и какой ресурс еще остался в руках власти, как они могут ему распорядиться. О чем еще хочу напомнить, это о памятных инициативах, законодательных инициативах, непосредственно относящихся к избирательному законодательству, когда известными лицами в Молдавском парламенте были предложены законопроекты, ну, радикально меняющие избирательную систему в нашей стране. Это так называемое введение так называемой смешанной системы, когда избирались депутаты по одномандатным округам и в целом по стране. По-моему, здесь речь может идти также о большой угрозе для молдавского общества, когда власть в нашей стране под видом узаконенной формы какой-то может перейти к олигархии, и причем надолго. но наши товарищи, которые сегодня думают, что управляют страной, они же не хотят говорить, ребята, мы шпионы, мы пираты, мы там пришли забрать вашу жизнь или кошелек, да, и вот они придумывают какие-нибудь такие более-менее удоверимые формы, как бы так еще бы остаться у власти, но чтобы это выглядело поприличнее. Вернее, не они, а люди, которые за деньги пишут эти программы, эти планы, политтехнологии, расписывают. По-моему, эта ситуация очень опасная. Вот провести в парламенте такого рода законопроект, причем сделать вид, что это во благо людей, что тут непосредственно граждане участвуют в выборе своего депутата, своего округа, и под эту дуду попытаться себя обезопасить. Это хитро, это хитрая комбинация, почему? Потому что известно по вопросам общественного мнения, что большинство людей выступают в первую очередь за прямое избрание президента, ну и, скажем так, может быть в меньшей степени, но тоже в целом поддерживают идею перехода к одномандатникам. А башности в этом не видят. Да, да, да. И в этом смысле эксплуатируются вот такие представления о народной демократии. Сама система сама по себе не может быть ни плохой, ни хорошей. Мы знаем, что нечто подобное, к примеру, действует в Великобритании, но есть очень большая разница между Великобританией и Молдовой, Восточной Европой в целом. Традициями демократическими. Восточной Европой в целом. Мы знаем, что, к примеру, в России эта система потерпела крушение, потому что и отказались этой системы, потому что к власти тут же по этим одномандатным округам пришли очень богатые люди, которые там на районе были серьезными ребятами. Если это Абрамович, который что-то сделал для своего региона, это может оказаться совсем анти-Абрамович. Мы знаем, что именно в части одномандатных вот этих вот округов проблема в Украине как раз. Ну, а у нас, собственно, давайте мы поможем, выведем коэффициент бедности и нищеты. Да, то есть сделаем поправку, то есть уможем проблемы России и Украины на сколько там на 5, на 7, да, и представим, сколько стоит купить у нас. и людей у нас поменьше. Слава Богу, эта опасность была снята, но во всяком случае тогда мы убедились, что такого рода законопроекты, причем буквально в два дня они были приняты, их могут принять, поменять радикально ситуацию на 180 градусов. Я не думаю, что она снята. Наоборот, мне представляется, что как раз примерно с этого и может начаться сентябрь, что вернуться к этой инициативе. Ну, что, собственно говоря, а что делать Демпартии? Ну, что делать Демпартии? Значит, сейчас порог 6% избирателей. черт с ним, отменят, они поставят 4%. Но у Плохотмяка рейтинг минус 80%. Никогда таких рейтингов не было, антирейтингов в нашей стране. Даже у Юрия Рожки в самые печальные для него неудачные годы не было такого высокого антирейтинга. Лупа ушел, значит, какие-то говорящие головы остались в президиуме парламента. И что, чем может похвастаться Демпартия, кроме наличия у них денег, по большому счету. Вот, рейтинга нет. Поэтому, конечно, для них это не просто желательная реформа. Возможно, для них это форма политического выживания. Поэтому, я думаю, что как раз я бы не был бы оптимистичен в том, что удалось это дело застопорить. Да, я согласен в том, что удалось тогда эту ситуацию перевернуть. И кажется, что это было бы дурдомом, если бы ЛДПМ снова переголосовало бы по этому вопросу. Получается, третий раз. Но, учитывая ситуацию, которая у них лично, например, конкретно в ЛДПМ, меня уже это как бы особенно не удивит. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет осенью. Но я, мой прогноз, что в принципе с этого как бы и начнется. То есть, парламент сам себе не хозяин. Даже на уровне законотворчества. Это подтверждается еще одним событием, произошедшим за эти полгода. Это когда парламент принимает декларацию по Приднестровью и буквально спустя несколько дней предпринимает шаги, в том числе парламент, ну, власть Молдовы предпринимает шаги, направленные как раз на обратное, направленные на обострение взаимоотношений с Приднестровьем. Ну да, колония, колония наша вот, все больше проявляет тебя наша страна именно в этом вот колонияльном качестве. Действительно, кажется, вопрос архи-архи-архи-важный. Речь идет о государстве. Речь идет о... У нас вообще как бы за последние три года забыли, что такое Приднестровье. Кроме каких-то отдельных встреч, которые там запланированы в формате 5 плюс 2 или там некоторых там пиар-визитов, Филатов, собственно говоря, вообще ничего и не было. А что было? Обсуждали, что делать с Приднестровьем. Какой-то новый проект выдвинули, какой-то... Пытались найти компромисс, совершали какие-то усилия или сверхусилия. Мы помним, как это было при президенте Воронине. Это была главная повестка дня. Сегодня этой повестки дня не существует. В эти полгода мы даже, по-моему, не были свидетелями совместного наблюдения за футбольными матчами или участия в каких-то концертах. Даже этого не происходило. Ну, это было и все, собственно говоря, ничего не было. То есть, эта тема не является сегодня темой для государства Республики Молдова. И это, может быть, дополнительное или даже самое главное фундаментальное свидетельство того, что мы исчезаем как государство. И то, что произошло значит, по этому голосованию за эту декларацию и что произошло после этого, это очень, как бы, подчеркивает, да, делает выпуклым эту картину. Потому что, действительно, проголосовали за то, что нужно воздержаться односторонних действий. Односторонние действия были осуждены парламентом. А потом правительство, которое состоит из партии, которые в парламенте за это голосовали, продолжает выходить с идеи о необходимости внедрения этих таможенных, миграционных, пропускных этих пунктов, поднестру, придумать какие-то дебильные идеи про то, что там должна пограничная полиция работать, хотя известно, что она не имеет права работать ближе, чем на 10 километров, дальше, чем на 10 километров от границы республики Молдова. В ряде случаев, ну, почти везде, это намного дальше. В этой связи, что мне кажется знаковым, это то, что сейчас, наверное, впервые на таком уровне высоком заговорили о возможности разделения Приднестровья. Ну, во всяком случае, очень громко говорят об отделении, о том, что Приднестровье надо окружить колючей проволокой, грубо говоря. Ну, мы вот на прошлой передаче уже говорили на эту тему, то, что власть в этом контексте, то, что власти наши не могут позволить себе сказать открытым текстом, но дело, тем не менее, очень хорошо за них все выдает некий господин Дан Дунгачу, вот, который, которого, когда читаешь, ну, вот, просто вот это руководство действует для партии власти, или это вот ощущение, что они уже действуют по этому плану. Он что-то сказал, что Молдове следует отказаться от Приднестровья на время, действительно, как он выразился, сделать так, чтобы Приднестровье перестало навязывать республике Молдова свои геополитические желания, мы хотим в Евросоюз, Приднестровье не хочет, ну, и не хочет, значит, пусть оно в каком-то таком состоянии неопределенности находится, мы от него действительно отгораживаемся, как это предусмотрено всеми этими вильяновскими планами правительства, какими-то фискальными, пограничными, миграционными пунктами, и как-нибудь потом, в общем, замораживаем и делаем такой конкретный Кипр, вот, и, соответственно, избавляемся от якоря, то есть, в этой концепции евроинтеграции такой, значит, Приднестровье это якорь, который мешает. Дмитрий, в первой части передачи сегодняшней мы говорили о возможности создания некой общественной журналистской структуры, мы говорили о том, что журналисты иногда по-разному видят те или иные события, тем более по-разному их подают, и заговорили о том, что журналисты могли бы как-то плотнее и более-менее формально общаться между собой, чтобы хотя бы пытаться прийти к какому-то равновесию в восприятии и в подаче событий, происходящих в стране. Что тут можно было бы сделать? Как взаимодействовать прессе, которая находится по разные стороны баррикад? Ну, на самом деле, с моей стороны это была такая форма вежливости. Это утопия. Это была форма вежливости. Вот, чтобы не сказать, ребята, но вы совсем уже, потому что в том числе речь идет и о людях, которых ты давно знаешь, и ты смотришь на то, какую информационную политику выстраиваются, и ты немножко обалдеваешь, это действительно тот человек или нет. Ну, вот это была форма вежливости, чтобы не сказать, что нельзя так поступать, что... Ну, а в общем-то, ну, каждый пусть работает, как он работает. Тут, как бы, что позволяет совесть, что говорит твое гражданское чувство. И, ну, время покажет. Позволю себе выразить все-таки оптимизм в этом вопросе. Надеюсь, что коллеги, журналисты правильно воспримут и некоторый скепсис Дмитрия, но и сами задумаются о необходимости более плотно... Ну, вопросы более серьезные. В первую очередь, мне кажется, тут надо исходить из... Откуда может вырастать свобода и независимость средств массовой информации? То есть, нормально, что в стране есть какие-нибудь средства массовой информации, которые принадлежат партиям. Это существует на Западе везде. Другое дело, что ненормально, когда все средства массовой информации принадлежат партиям. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности и, соответственно, о нормальном диалоге можно будет только тогда, когда будут созданы условия для развития рынка СМИ, как... Тем более, об этом, наверное, не стоит говорить вскользь, всуя. Ну да, об этом поговорим как-нибудь отдельно. это тема для отдельной передачи. Я надеюсь, удастся на подобную передачу пригласить и коллег несколько с другими взглядами на те или иные события. Сегодня мы рассмотрели события, произошедшие за первые шесть месяцев текущего года. Событий было много, они были интересны и неоднозначны. Тем более, мы упомянули о том, что неоднозначно воспринимаются те или иные события с разных позиций. С позиции оппозиции, с позиции партии власти. Журналисты по-разному воспринимают эти события. С нами был сегодня Дмитрий Ковру, главный редактор газеты «Пульс». Спасибо большое, Дмитрий, за участие в этой передаче. Надеюсь, зрителям было также интересно нас послушать, как нам беседуют вдвоем. Спасибо, что пригласили. До встречи.